Там застроили, пиздец. Блядь, пиздец нахуй, я тебе говорю, блядь, я вот сколько помню нахуй, мы с отцом ездили постоянно в деревню, блядь, а мы, блядь, постоянно под метровки едем. Сука, блядь, что я себе раньше представлял район Коровина, Бескудниково и где улица 800-летие идёт? Уж она себе это представляла, вот эти вот, ну, панельки были, да, и всё эти, и Хрущёв. У нас, блядь, муравейник на муравейник, я гибал. Просто. Вот едешь и думаешь, вот, блядь, вот сдадут эти все дома подзасели, пизда, дмитрий, блядь. Сука, в метро, блядь, я теперь буду не сидя ехать, а стоя, блядь, в толпёшки, нахуй. Номера, нахуй, будут, блядь, быстро печать не постели, нахуй. Просто вопрос, чем, блядь, Собяшка, нахуй, думает, блядь, когда отдал под заселение, блядь, эти земли, нахуй, а? Нахуя такие, блядь, кровейники. Тут вопрос, какого хуй мне сейчас трафик мигнул, если у меня не было дальнего света? Поприветствовал, типа. Раньше такого не было? Вы его знаете. По нихуя, кстати, дорожка, блядь, среди каньонов. Сейчас, знаешь, что-то фон было? Ну, фильм «Конвой». А, там прямо такая же место было. Чувайте. Тимур, чего «Конвой»? Фильм «Конвой». Это что? А, «Конвой», да, знаю фильм. Нет, подожди. Не, я слышал, но вроде не смотрел. Бля, охуительный. Это, между прочим, первый официально переведенный, дублированный советский фильм, который транслировали в Советском Союзе по всем театрам. Я вот на сегодняшний день запомнил фильм, но название «Забываю», мне Витя говорил, я все равно забываю, там, где было восстание машин. А, «Адское ускорение». А, не так. Комета приближалась к какой-то земле, и вся техника с ума сходила. И восстали машины из тепла атомного огня. Надо будет вверх найти и посмотреть в ближайшее время. Ну, реально, я смотрел очень-очень-очень-очень давно. Мне было, ну, не знаю, двенадцать, ну, а тем он пятнадцать лет, зато пятнадцать лет, двенадцать, четырнадцать, где-то так. Я был вообще, даже, может, даже десять. Я был вообще маленько-пиздичным мальчиком. ЖДшка, блядь, нихуя. Блядь. Что, Тимур? Да мы на ЖДшке подлетели. Пиздай. Не понял, можно погромче? На ЖД подлетели. А, подлетели? Ты, кстати, хоть раз ходил в кинотеатр в Самолице? Один раз. Все. Я за всю историю, вот сколько вот я же родился и живу здесь, я только четыре раза в него ходил. Первый раз ходил на Дети шпионов в 3D, второй раз... Ну, это ж когда было ведь, слышь. Ох, ебать, я подлетел, а? Второй раз ходил на Шрека, по-моему, второго, по-моему, или третьего, точно не помню. Потом на Пиратов третьих ходил, и еще какой-то фильм мы смотрели там, я не помню. Кто должен на правой листке? Бля, ебать, ты говоришь, реально это пиздец, как давно было. Это 2006-й, блядь, седьмой был, ебать. Я, блядь, свой, наверное. Пиздец, мы нахмотали когда были. Ну, ебать, тогда комсомолец функционировал. До того, как и ученки были. Кто знает такой кинотеатр Тбилиси, и кто в него когда-нибудь ходил? Приготовьтесь к повороту направо. А? Кинотеатр Тбилиси. Тбилиси, что-то слышал, но они... Поверните их направо. Да ебаные копы, а ну вы что? За свет? В смысле за свет? Я за свет, что фан. Да нет, они встали передо мной, пидор, и не дают проехать. Ммм. Блин, я не помню... На какой фильм я выходил-то? Комсомолец, я в основном вот в Уискову ездил. А-а-а. Я на всю жизнь я помню, как я ходил на фильм Ван Хельсинг, ёпта, это хуй знает как... 2003 год, что ли, было, или что-то в этом роде? Даа, кстати, я помню. В общем, гляди фильм. Мм? Э-э-э... Э-э-э... Бля, ван... Бля, я не помню фильм этот. Ван Хельсинге не помнишь? Да, чуть я не помню. Это про вампиров. А-а-а! Ван Хельсинге, который охотился за нечистью. Да. Это я понял. Там актёр, который Росомаку играл, играет. Да, пересмотреть, конечно, надо вспомнить это всё дело. Я забыл, как зовут. Короче... Не, последний раз, когда он функционировал, это был, по-моему, год, наверное, девятый, наверное, или десятый даже, может, одиннадцатый. Я помню, короче, как только убрали вот эти палатки напротив театра, через шоссе, вот эти вот там были, помнишь, наверное, или нет, были всякие там продукты из Армении, блядь, ещё какой-то магазин там, палатки, блядь, с одеждой были. Да, да, да. Так только их здесь. Театр перестал. Когда около метро, вместо другого центра был рынок. О-о-о! Или это на Тимиряевском был, я не помню. Блядь, да. Ну, вообще, это Теас называется, но да, блядь. Блядь. Помню этот рынок. Я там всегда на Кушкову затаривал. Под Бостовом ещё был. А, мамка там поработала на фасовке. Блядь. С отцом. Отец на Газели развозил всё. С 93-го, по-моему, года. Да, я даже больше скажу. Вывнусь. Мой папа на первых Газелях самых ездил. Где у них ещё зеркала металлические были. На самых первых. Вот, и... Стоит поворот, осторожней. Короче, да. У меня, мать, вот это... Не понял. Стоп. А кто на... У меня легковушка бот по встречке ехал, слышите? Что? И в него фура влетела. Ну, почти влетела. То есть, он начинает так бонять на меня по встречке, и передо мной на встречке едет фура. И он резко по тормозам въебал. Тот на легковушке был и фура по тормозам въебал. Ты там как, въебался? А? Въебался или нет? Нет, я не видел. Я в этот момент уже проехал, но они начали друг напротив друга резко тормозить. Я что-то такой впервые. Я имею ввиду, ушел ты от удара или как? Что? Ты ушел от удара или как? Так они не на меня, говорю. Бот на бота поехал. Бот на легковушке начал обгонять меня по встречке. И тут же, передо мной по встречке, ну, уже в правильном направлении, едет фура прямо на ту легковушку. Я понял. Полный ебанат. Я даже еще застал те самые моменты, когда место торгового центра Вега контейнера были. Да. Да, я тоже застал. Ваать, это пиздец какой-то был. Ну, а справедливость играть. Я, кстати, скоро город будет. Через 15 километров. Блять, вот честно говоря, вот ты вспоминаешь это, Впрочем, блять, колпус, колпус, колпус. Я опять подскачу. Ну, блять, знаешь, где-то его нету. Какие времена были, а? Ща сворачивай его. А? А, не, подожди, вы сворачиваете, а я по прямой еду. А, ну да. У меня там база. Тогда ждем на повороте его, да? Угу. После поворота или перед? После. Окей. Держитесь левее, затем поверните налево. Держитесь левее, затем повернете налево вы. Что это такое? Поверните налево. Ну, поверну я и что дальше? Я слышу, я охуял, когда платформу окружную снесли нахуй старую. Да. В этом-то и прикол, блять. Я с армии пришел, я вроде ее застал, а потом хуяк в какой-то момент проходит. Я смотрю. Эх. Платформы-то нету, ее разобрали нахуй. Я так иди ищу. Как, блять? Эх. Блять. Сколько они от подуговна выпущили? Это пиздец, блять. Че, тут стоянка есть или че? Ну, может и тут. А еще, я помню пиздатые охуительные шашлыщики. Я была рядом с платформой окружной. Но ее, по-моему, в пятнадцатом году снеслись, что ли, нахуй. Там шашлыщная пиздатая была. Блять, вот когда нас начали спросить окружную, я тогда, это, только в колледж поступил. Какой? Катовский. Кат-9? Да. Блять, братан, я там учился. Блять. Только у меня АВ группа была, я автомеханик, на автомеханику учился. По-моему, кто классным был? У меня классным, но у нас стандартным был это сам. У меня классный руководитель был Доброшевский, Сергей Владимирович. Слышишь, Тимур? Да. А дальше проедь? Тут есть просто охуенно атмосферное местечко. Я понял. Там, где, справа, маленькие домики, башня такая, типа водохранилища, с намекающей красной лампочкой. Ну, короче, и знак желтый. Только у него встань. Я единственное, кого запомнил на керамическом, это этого БДДшника, и в мастерских этот Леонид Сергеевич был. Не помню его фамилию, я запомнил его. А, ну и ещё я ебанутая баба по теории, блять. По теории ДВС, блять. Езжай, езжай. А, я понял только вот, мы её знаешь, как прозвали всей группой? Кэшем ГРМ. Блять, это прозвище сохранилось у неё, нахуй. Я не знаю, она сейчас, правда, работает или нет, но, блять, мы её так... Кэшем ГРМ, блять. Не, ну я диплом позащищал, получается, да, в 16 лет. Мне повезло, я-то МРК была, был. Ну, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. У меня дипломная работа была в WorldSkills, призована ремонт. А, а у меня самая езичная, но, к сожалению, не для моих одноклубников. Прямо к золотому знаку? Да, да, да. У меня была тема ремонт генератора и восстановление контактных колец. Волга. Я единственный из сей группы, сука, Волгу вып... Похоле, ебать, классика. Всё детство прошло на десятой Волге. С чем бы и нет, блять. У меня, знаешь, сколько документаций сохранилось с Волги, блять, из Газелина. Пиздец. А вот храню её до сих пор. Ой, бля, бля, классные, блять, были времена. Особенно мне нравилось, кстати, когда мы учились, это самое, инструкторы пиздатые были. Я в фамилии, к сожалению, забыл. На двух Логанах там был охуительный. Потом на десятки вроде. И, к сожалению...